Всем привет! Это Ирина Воскресенская. Сегодня мы будем с вами готовить очень экономный суп. Один сейчас тоже из моих любимых. Вы видели, наверное, у меня очень много горохового. И еще вот я сейчас полюбила суп с куриными желудками. Вот эта упаковка, она стоит 99 рублей. Ну, может там, я не помню, с мелочью 100 рублей вообще. Я сейчас ее разделю пополам. Половина у меня пойдет в суп, а половина я сделаю гуляш. Так что это очень и очень экономное такое блюдо. Вот сейчас я покажу, что еще нужно. У меня остался вот остатки сельдерея. Будем использовать для зажарки. У меня здесь морковь, лук. Так как я готовлю в маленькой мультиварке, мне достаточно, потому что лук вот такой очень большой, половинку отрезала от моркови, от лука. Это у меня пойдет в гуляш. А сейчас мы будем это все натирать для супа. Три вот таких довольно хороших. У меня картофельная. И вот еще у меня помидоры. В принципе, самый обыкновенный состав. Еще нужны будут специи, но специи попозже немножко будем добавлять. Ну и первым делом нам надо сейчас промыть, открою упаковку, промою желудки, проверю их. Так они все обработаны, уже все готовы, в принципе, к тому, чтобы их начать готовить. Вот промыла я их. Очень хорошо надо промыть, отжать, чтобы они были чистые. И вот если где-то что-то остается, вот видите, сейчас мы будем резать и вот такие вещи все срезать. То есть вот они вот такие должны быть чистенькие. Сейчас беру сельдерей, лук и морковь. В первую очередь нам нужно будет вот сделать, порезать эти овощи и сделать обжарку. Все, вот здесь у меня сельдерей, морковь и лук. Теперь открываем мультиварку. Выбираем программу жарки. Так, старт нажимаем. Сбрызгиваем маслом. И минутки 2-3 надо подождать, когда мультиварка нагреется и будем обжаривать с вами овощи. Пока овощи у нас обжариваются, мы порежем помидор. Так. Все, овощи обжариваем. Я уже порезала картофель, что время не терять. Сейчас мы порежем еще помидор, потому что он пойдет у нас следующим. И потом еще специи приготовим. Все хорошо обжарим, чтобы овощи дали сок, протушились. А потом будем отправлять туда желудки, их тоже порежем. И нам нужно будет поставить кипятиться воду, потому что заливать в мультиварку нужно уже кипяток, да? В очень горячую воду. Периодически помешивайте. Если масла не хватает, можно немножко добавить. Теперь отправляем помидору. И специи. Так, мы немного посолим. Досаливать будем в конце, чтобы не пересолить. Теперь добавляем специи. Специи, конечно, все добавляют по своему вкусу. У меня стандартный набор. Это куркума. Сушеные травы. Итальянские, французские. Сушеный чеснок. Чеснок можно использовать свежий. Тогда его можно сюда просто вложить, порезать и добавлять. Хоть с луком, хоть сейчас с томатом. И у меня вот здесь острая паприка. Но это чуть-чуть я добавляю для остынки. Люблю. Так, все, специи убираем. Это все перемешиваем. Даже вот так прикроем. Пусть это у нас там, чтобы это не жарилось, а именно тушилось. Сами в это время займемся желудками. Мы их где-то порежем. Где на 4 части, где на 3 части. В общем-то, смотрите, какие вам нравятся кусочки. Такие делайте. Все, что не нравится, обрезайте. Вот где-то вот такие штучки я буду оставлять. Вот видите, вот тут же. Вот это я все буду срезать. Все, что мне не нравится. Вот. Где осталось вот это желтенькое обязательно надо срезать. Она горчинку дает. И вот такими кусочками вот буду нарезать. Вот это уже все нормально. Так что вот в таком духе все, что не нравится, обрежу. Самое главное, внимательно пока сейчас у нас все там тушится. Мы будем потихоньку смотреть и нарезать желудки. Я жарю под крышкой, чтобы они все-таки тушились, овощи. Мне так больше нравится. Какой аромат стоит от специй, от сельдерея. Ну все, вот я их порезала. Все, что мне не нравилось, обрезала. Там жирочек какой-то. Или вот еще просмотрели желтенькое вот такое, то, что там пленочки вот такие. Еще раз хорошо их промыла. И мы отправляем это к овощам. Сейчас это все с вами прожарим. Пусть это тоже у нас все прожарится. И уже ставим воду. Будем добавлять с вами картофель. И зальем кипятком. И уже там можно еще ловушку будет бросить. И поставим на другую, уже не на жарку, поставим на суп. И можем идти дела делать. Вот такая вот у нас уже красота. Так вот, все в соке таком тушится. Жарка у меня уже закончилась. Вот видите, программа уже все выключилась. Сейчас я кладу картофель. И у меня скипела вода. Вон там чайник. Я сейчас это все залью. Положим листочек лаврушечки. И включим уже программу суп. Картофель. Так его перемешаем. И потихоньку заливаем водой. Немного я еще добавлю соли. Немножечко. Троечку листиков лаврушки. Лаврушку потом нужно убирать, когда уже суп скарпируется. Так, выключаем. Находим, где у нас тут суп. Вот у нас суп. Выбираем программу суп. И старт. Час мне предлагает. Все, старт пошел. А я могу уже спокойно. Чем хорошо вот мультиварка убираться. Делать свои дела. А потом она мне пропиликает. Посмотрим, что у нас получится. За 5 минут, ну у меня 6, вот тут 5-6 минут остается. Нужно попробовать на соль. Положить зелень. Вот. И в принципе ждем, когда все закончится. Лаврушечку вот уберем. У нас 3 штуки. Я всегда считаю, чтобы их потом убрать. Потому что если оставить, то будет горчинка. Так что пробуем. На соль добавляем зелень. И ждем еще 5 минут. И все, суп готов. Суп готов. Вот такой у нас тут получился. Вот. Целая такая мультиварка. Вот. Готовлю себе на неделю. Чтобы было что на работу или вечером после работы. Обычно такие супы я после работы ем. На утром кашу или яичницу. Беру что-то такое, основное блюдо на обед. Какие-то перекусы. А потом вечером прихожу и ем суп. Мне очень нравится вечером есть суп. Вот. Мяса очень много. Оно стало в мультиварке очень мягким, хорошим. Суп очень дешевый и очень вкусный. Пробуйте. Потому что многие даже никогда не варили такой суп. Я рекомендую. Потому что это очень-очень вкусно. Нальем тарелочку супа. И вуаля. Приятного аппетита. А еще в конце можно добавить вот такое масло оливковое. Вот совсем немножечко. Экономный такой баллончик у нас. Надолго хватает. Еще раз порекомендую этот суп. Потому что он очень вкусный в первую очередь. И во вторую он экономный. Вкусный, экономный суп. Очень вкусно подавать со сметаной. Рекомендую. И до новых видео. Ваша Елена Воскресенская. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...